В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 17 за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? В Серафимовской школе служения учреждения Сарова стали победителями грантового конкурса. Редкие экземпляры божественной комедии. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка книг Данте. Далее расскажем о всем подробно. Сеченовский университет успешно завершил испытание первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологии университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, 2 и 20 июля. Как отмечают специалисты, на этом этапе исследования ученым было важно показать безопасность вакцины для здоровья человека. По состоянию на 13 июля в России зафиксировано более 733 тысяч заражений. Из них за последние сутки выявили 6537 новых больных. Выздоровели более 500 тысяч человек. Умерли 11 439 наших сограждан. В магазинах на территории Нижегородской области разрешили открыть примерочные. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин. В примерочные зоны нужно нанести специальную разметку через каждые полтора метра. Покупателям и продавцам обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Правительство региона заинтересовано во максимально полной активизации деловой жизни, но главным приоритетом остается здоровье людей. Мне хочется попросить представителей бизнес-сообщества ответственно подойти к выполнению требований указа, сказал Глеб Никитин. Ранее стало возможным пример к обуви. Кроме того, в кафе и ресторанах столики можно ставить ближе друг к другу на расстояние полтора метра. В этом случае за ними могут разместить не более двух человек. Если между столиками будут установлены перегородки высотой не менее 1 метра 80 сантиметров или расстояние между столиками не менее 2,5 метров, то за ними можно разместить до четырех гостей. По состоянию на 13 июля в регионе зафиксировано более 20 тысяч заражений. За последние сутки выявили 212 новых больных. Выздоровели 14 274 нижегородца. Не справились с болезнью 299. Глеб Никитин в своем инстаграме написал, что Нижегородская область скоро может перейти на второй этап снятия ограничений. В группах канала 16 мы спросили соровчан, готов ли к этому наш регион. Нет, ко второму этапу область не готова. Ответили более 30% участников вопроса. Эта тема неинтересна почти 9%. Большинство респондентов считают, что да. При этом в комментариях соровчане пишут, что смысла в изоляции просто нет, и никто ее не соблюдает. 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Сарове. Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 733 человек. Выздоровели уже больше половины. Один человек умер. Госпитализировано 44 человека в клиническую больницу номер 50. Из них 24 в состоянии средней степени тяжести. И 9 человек лечатся в Приволжском окружном медицинском центре. Трое в тяжелом состоянии. За минувшие сутки проведено 17 анализов на коронавирус. У нас продолжается вспышка на заводе в НЕВ. Очень внимательно к ней относимся. И видим, что люди расслабились. На сегодняшний день у нас уже 44 человека, заболевших в одном коллективе. Уже закрыто целое здание. И мы уже ведем речь об обследовании второго контингента, второго большого здания. И все только потому, что люди совершенно не хотят прислушаться к своему здоровью. Не хотят защитить себя. И не хотят защитить рядом работающих своих же коллег. Пожалуйста, будьте к этому очень внимательны. Но аж если мы работников высаживаем и говорим, что должны приехать доктора взять анализ, то значит нужно в этот день быть дома. Это совсем нетрудно. Посидеть один день дома. Гораздо легче, чем медикам. Когда они по 150-200 вызовов в полном снаряжении делают и ездят по квартирам, и приезжают к закрытой двери, должны вызванивать и по 5 раз на этот адрес ездить. Пожалуйста, будьте внимательны. В том числе и к нашим медицинским работникам, которым эта пандемия дается очень нелегко. Учитывая вот эту жару и те средства защиты, которые они вынуждены весь рабочий день с себя не снимать. Вам трудно поработать в масках 8 часов, а им, вы думаете, не трудно работать целый день, целую смену в таком обмундировании. Снят карантин с 31 и 37 детских садов. Одна группа в 9 саду выходит 14 июля. В некоторых группах 9, 44 и 29 садов детей обследуют в ближайшие дни. С 15 июля в Нижегородской области откроются 6 детских санаторных лагерей с лицензией на оказание санаторно-курортной помощи. С 20 июля ожидается постепенное открытие детских оздоровительных лагерей с учетом эпидобстановки в каждом конкретном районе. Возможно, третья смена состоится в детском центре «Березка» с 1 по 14 августа. Второй смены в лагере не будет. Получить возврат денег за путевку можно в офисе или удаленно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 28 июля глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Встреча состоится в актовом зале здания Городской думы и администрации. Записаться на прием можно будет по телефону 9 90 59 во вторник 21 июля с 8 30 до 17 30. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. В Сарове возобновилась плановая госпитализация детей в педиатрическое отделение КБ номер 50 на круглосуточной койке. Как сообщают медики, прием осуществляется строго по предварительной записи по телефону 6 00 85. В связи с пандемией коронавируса в больнице действует особый режим. Все пациенты и их родители должны в обязательном порядке иметь при себе маски. Сопровождать ребят должен один взрослый. Посещать пациента в педиатрическом отделении запрещено. При плановой госпитализации ребенок и родитель должны иметь результаты лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также справки об эпидемиологическом окружении. Кафедра прикладной математики Саровского физико-технического института приглашает абитуриентов на вебинар. Он пройдет во вторник 14 июля на портале sarf.te.online. Начало в 19 часов. Перед гостями выступят сотрудники SARF.te, а также институты теоретической и математической физики РФЦНЕФ. Двухлетний ребенок выпал из окна своей квартиры. В это время его мать была дома. Женщина сама посадила малыша поиграть на подоконник и не уследила за ним. Травм у ребенка нет. С матерью полиция провела разъяснительную беседу. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пожилая саровчанка стала жертвой жадности собственных родственников. После продажи квартиры женщина решила разделить вырученные средства. Однако внуку пенсионерки полученной доли оказалось мало. Он предположительно забрал все золотые изделия, браслеты, цепи, а также лом золота и сдал его в ломбард. Отчего выручил около 150 тысяч рублей. На прошлой неделе во время сильного ветра на пруду Боровом на 9-летнего ребенка упал информационный щит. По словам родителей пострадавшего, щит был просто вкопан в землю. Ребенок просто оделся царапинами, однако сейчас проводится проверка и устанавливается собственник, то есть кто устанавливал данный щит. Еще один несовершеннолетний пострадал в результате ДТП на улице Садовой. Подросток решил покататься на мотороллере. Водительских прав у него не было. При выезде на Садовую он не уступил дорогу МАЗу с полуприцепом. Произошло столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний не получил телесные повреждения. Множенные переломы ребер слева, при моторах слева и перелом костей таза тоже слева. Всего на прошлой неделе в Сарове произошло 3 ДТП, и во всех пострадали люди. Также в выходные сотрудники ГИБДД провели операцию «Трезвый водитель», в результате чего было задержано 6 человек, которые сели за руль пьяными. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Определены победители грантового конкурса «Серафимовская школа служения». Среди них учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты из Сарова и Девеева. Реализовать эти проекты планируют в течение года при участии кураторов из Объединенного проектного офиса Госкорпорации «Русатом» и правительства Нижегородской области. Не моют руки даже перед едой, хотя умывальники стоят прямо в столовой. Учащиеся 14-й школы часто садятся за стол с грязными руками. Почему так происходит, решили разобраться учителя. Как учитель начальных классов, меня это очень беспокоит, потому что здоровье детей на первом плане. Провели анкетирование, и дети сказали, почему они не моют руки или не так качественно. Во-первых, у нас не так все практически направлено, не хватает. Сушилки не работают. Сам кусок мыла без дозатора не очень эстетичный, и не все приятно им пользоваться. Раз детям не нравятся умывальники, нужно их обновить. Сотрудники школы номер 14 разработали проект, в рамках которого поставят раковины, дозаторы с мылом и сушилки для рук отдельно для каждого звена. Старшеклассникам свои, малышам свои. Новые зоны для мытья рук появятся в школе уже в августе. Цель была такая, процесс оптимизировать, добиться, чтобы дети в большинстве своем, процентов 100, мыли руки, и чтобы этот процесс приносил удовольствие, эстетическое наслаждение. Деньги на воплощение задумки в жизнь школа номер 14 выиграла в конкурсе Серафимовской школы служения. Идея обновить умывальники была давно. Узнав о конкурсе, сотрудники ее облекли в форму, нарисовали макеты и составили план установки раковин. Жюри высоко оценила работу с Равчан и выделила грант в полмиллиона рублей на реализацию проекта. Участие в этом конкурсе для нас было значимо и важно. Мы рады от того, что наш проект действительно принесет многим-многим удовольствие, ну и вообще полезно. В конкурсе Серафимовской школы служения приняло участие более 100 проектов из Арзамаса, Сарова и Дивеева. Победителями стали 45. Среди них еще два саровских учреждения, детский сад номер 16 и Центр образования. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Один из величайших итальянских поэтов, Данте Алигери, оказал большое влияние на развитие европейской культуры. Его наследие включает в себя повесть «Новая жизнь», эпилептический трактат о монархии, философский трактат «Пир». Венец творчества Данте, поэма «Божественная комедия». Ее раннее издание есть в Сарове. К 755-летию со дня рождения Данте Алигери сотрудники библиотеки имени Маяковского подготовили выставку, в которую вошли около ста экспонатов. Большинство из них – это божественная комедия в разных изданиях – от миниатюр до толстых подарочных. Самая ценная книга датируется второй половиной XIX века. Когда в конце 1860-х годов во Франции, в Париже вышло иллюстрированное издание Алигери Данте «Божественная комедия» с иллюстрациями Гюстава Даре, это издание имело небывалую популярность. И у одного из крупнейших санкт-петербургских книгоиздателей, Маврики Осипевича Вольфа, появилась мысль предпринять это же издание с иллюстрациями Гюстава Даре в русском переводе. В книге представлены 87 гравюр. Маврики Вольф заказал подлинные доски рисунков художника у собственника его работ в Париже и выпустил первую часть «Божественной комедии». Издатель посвятил книгу российскому князю Александру Александровичу. Оформление заслуживает отдельного внимания. Переплеты шагреневой кожи с золотым тиснением на корешке и крышках, составные форзацы из бумаги, имитирующей муар. Все это признаки роскошных изданий. Для издания также Вольф выбрал слоновую бумагу светло-бежевого оттенка, плотную, гладкую. Максим Добрых с 14 лет поклонник творчества Данте. «Божественную комедию» молодой человек прочел четыре раза, в том числе в оригинале. «Первый раз прочитал, потому что мне просто было неинтересно. Второй раз прочитал, потому что я что-то неправильно понял. И, как оказалось, третий раз я прочитал, потому что в оригинале все-таки... Ну, захотелось в оригинале, поэтому пришлось немного итальянский учить, но попытался. В оригинале совсем другое, но это понятное дело. И четвертый раз я прочитал, чтобы понять, в каком кругу ада я буду просто крутиться». Студент считает, что произведение во многом отразило биографию и жизненные терзания Данте. По мнению Максима, читатель найдет в этой книге историю любви, которую автор пронес через всю жизнь, размышления о Боге, обзор политической обстановки конца 13-го, начала 14-го века. «Это с литературной точки зрения уже осмысление своего родного языка, родного литературного красивого языка. Если рассматривать с философской точки зрения, то это, конечно, затрагиваются богословские теории. Теория антологическая, геносиологическая, теория бытия». Посмотреть выставку к 755-летию со дня рождения Данте Алигери можно в Музее книги, библиотеке имени Маяковского. Посещение доступно по предварительной записи по телефону 99406, без возрастных ограничений. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группу «Канал-16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!